Основная цель краевого фестиваля конкурса «Во славу Кубани на благо России» – поддержать творческий потенциал кубанцев, сохранить и развить лучшие образцы народного творчества. Все это тесно связано с воспитанием настоящего патриотизма и уважением к истории Краснодарского края и России. В Славянском районе, где народная творческая палитра удивляет богатством своих красок, есть чем порадовать взыскательных любителей искусства. В преддверии зонального этапа в нашем районе проходили отборочные конкурсы. В них принимали участие представители трудовых коллективов и учебных заведений. Лучшие исполнители коллективы вошли со своими номерами в концертную программу и представили работы на выставочную экспозицию. При входе в фойе Дома культуры вас сразу же встречала экспозиция историко-крывеческого музея. С сувенирами и подарками участников международных фестивалей славянской культуры, которые проводились в нашем районе. Девять фестивалей было проведено и те представители делегаций, которые были в нашем городе, принимали участие в этом замечательном празднике, они оставляли свои подарки, сувениры. Музей хранит все эти экспонаты. Артисты народного фольклорного ансамбля «Рушничок» из станицы Петровской показали два обряда – щедривку и миланку. А для того, чтобы все было максимально достоверным, они накрыли стол с традиционными станичными угощениями. Ну, даже можете посмотреть, вот перечислил, ковбаса из сала, картошка отварная, как говорят, в одежде, но она в мундирах, конечно. Вот это все мы предоставляем. Вот, даже можем угостить, вот, азвар отваренный, натуральный, сушеное яблоко, груша, видишь, все сливы, вот, пирожки, моченые яблоки, моченые помидоры. Анастасиевские таланты из народного фольклорно-этнографического ансамбля «Казачьи напевы» бережно хранят обряд одевания невесты. И его они как раз и подготовили для фестиваля конкурса. В Анастасиевской традиционно вот так одевали невесту. Невеста прощалась с подружками. Пока они ее одевают, она плачет, прощается с подружками. Мать ее благословляет на уже семейную жизнь, на замужество. Выставка работ мастеров декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства приятно радовала глаз. Какая тонкая работа, сколько различных материалов и техник исполнения. Большие возможности для творчества дает бисероплетение. У меня работа такая есть, виноградная лоза. Это у меня она просто, не знаю, сама собой появилась. Очень давно я хотела ее выполнить. И мне кажется, прекрасная работа получилась. И очень я горжусь такой работой. Глина в руках художника – самый благодарный материал. Мастер гончарного дела может делать очень интересные вещи. Свои изделия изготавливаем чаще всего на горчаном круге. Декорируем их мелкой пластикой. Это может быть различные эффекты, различные декоративные небольшие изделия. Либо это может быть даже маленькие скульптурки животных. Покрываем свои изделия глазурью майориковой. Иногда оставляем в терракотовом цвете, чтобы подчеркивать свойства материала. Видные деятели культуры и искусства Кубани, которые вошли в жюри краевого фестиваля конкурса, осмотрели выставку народных умельцев. Славянские артисты продемонстрировали все свои таланты. Концертная программа была выстроена так, чтобы как можно шире представить все жанровое разнообразие. Хореографические, литературные, музыкальные номера следовали один за другим и вызывали заслуженные аплодисменты зрителей. Славянские артисты Нынешний год особенный. Он проходит под знаком 75-летия освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. Поэтому выступления на тему Великой Отечественной были встречены с особым вниманием. Там хлеб и кровь, но там чужая речь. И я невольно отступаю в куще. Один за всех старался уберечь. Движение туда, где свет стоющий. И, наконец, я миновал межу. Что глубоко, как покроюхи хлеба, подобно великаньему ножу, на два ломтя разваливало небо. Не зря старались артисты. Их усилия получили высокую оценку. Заместитель министра культуры Краснодарского края подчеркнул, что сегодня творческие силы Славянского района с честью выдержали своеобразный творческий экзамен в рамках краевого фестиваля конкурса «Во славу Кубани на благо России». Творчество, как известно, не знает границы сегодня на этой сцене. Мы видели душу, мы видели народное искусство, мы видели людей, которые всем сердцем любят свою родную землю, свой край, свою родину. А значит, и живут, и делают все на благо России во славу Кубани. Спасибо вам, дорогие друзья. За активное участие Славянского района в фестивале-конкурсе Григорий Жуков вручил диплом председателю Совета Славянского района. Когда мы сегодня проходили по всем инсталляциям, так сказать, нашим фоэм, и смотрели эти обряды, эту жизнь нашу, И знаете, наверное, это все вот бьют истоки, корни оттуда. И мы, когда уже люди чуть постарше, мы сразу вспоминаем, вот в этих песнях ваших, вот этих укладах, в этих традициях протекает практически вся жизнь. По итогам зонального этапа фестиваля-конкурса 31 исполнитель и 12 мастеров декоративно-прикладного искусства получили дипломы лауреатов. Часовая программа, которая ограничена мы, именно часовой программой, не вмещала показ всех коллективов, а хотелось показать и обряды. Вы видели, какие уникальные обряды, ведь ни один район такого не может показать, как мы. Вот, Анастасиевцы, огромное им спасибо. Коллектив Рушничок, казалось бы, ну, осталось их там пять человек. Ну, потрясающий обряд, потрясающее будущее. Я думаю, что мы обязательно будем и молодых учить этому. Всем коллективам огромное спасибо и пожелания здоровья и дальнейшего творчества. Краевой фестиваль-конкурс во славу Кубани на благо России продолжается. Лучшие работы мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства со всего края будут представлены на заключительной выставке. На гала-концерт, который завершит краевой фестиваль-конкурс, пригласят самых ярких кубанских звезд. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, Георгий Калинин. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова